У каждого из нас было свое детство. И потом, когда мы взрослеем, вспоминаем самые яркие и памятные моменты нашей жизни. Так как я родился в творческой театрально-музыкальной артистической семье, мое детство происходило среди как я только сейчас понимаю легенд и настоящих звезд, как теперь принято говорить мастера сцены. И сегодня, в свои 45 лет, я вспоминаю свое детство и с большим удовольствием поделюсь с вами некоторыми историями, которые хранятся в моем сердце и в моей памяти. С уважением, Григорий Деметр. Роза Джилакаева и Петр Деметр. После армии у Петра не было сомнений в своей будущей профессии. Свой выбор он уже сделал. Отслужив, молодой актер с головой погрузился в работу. Он знал все роли на зубок и за короткое время стал ведущим актером театра. Семен Аркадьевич Баркан предложил Петру роль Бадди в спектакле «Четыре жениха», которую с грандиозным успехом играл Николай Сличенко. Но так как у Сличенко было очень много правительственных концертов, нужна была достойная замена в театре. Петр Деметр сразу начал репетировать, а партнершей была молодая и очень красивая актриса Роза Джилакаева. Уже тогда, работая над спектаклем, они поняли, что будут вместе и на сцене, и в жизни. Первая пластинка. Все шло так, как подобает молодой талантливой красивой паре. В 1969 году от театра Румен выходит первая виниловая пластинка. Сольный альбом дуэта. Поют артисты театра Румен, Роза Джилакаева и Петр Деметр. Первая пластинка, на которой Роза Джилакаева исполнила чечетку. Это была одна из первых записей чечетки, сделанная на грамм-пластинку в Советском Союзе. Как-то раз, после очередного спектакля в театре, Роза и Петр решили пойти домой пешком, пройтись по Тверской, подышать воздухом. Петр проговорил, что все одно и то же, а хочется чего-то нового. Ездить по стране. Каждый день новый город и разный зритель. Петь дуэтом. Мы можем даже выстроить свой сольный концертный альбом и ездить везде с концертами. Я уже вижу это. Что? Уйти и придать театр? Волнительно спросила Роза. Ведь это же наш дом. Дом, из которого иногда надо выходить, чтоб мир посмотреть, да и себя показать, проговорил Петр. А домой мы всегда возвратиться успеем. Так, в 1972 году на эстрадной сцене появился цыганский дуэт Розы Джолокаевой и Петра Деметра. Карьера молодых артистов стремительно пошла вверх. Новый проект песни цыган разных стран, придуманный Петром Деметром, имел большой успех. Диск «Гигант», записанный на фирме «Мелодии» в 1974 году, стал супер популярным и стремительно исчезал с полок музыкальных магазинов. Многие песни из этого альбома стали узнаваемыми. Ни одно застолье не обходилось без цыганских песен в исполнении Розы Джолокаевой и Петра Деметра. Особенно полюбившиеся частушки «Вдалю-даля» и песни югославских цыган «Джилем», ставшие гимном цыган. Именно они первые выпустили все эти, как сейчас принято говорить, треки. Хочется поделиться с вами еще одним своим воспоминанием. На одном из концертов далекой Австралии, а точнее в городе Мильбурн, подошла ко мне женщина преклонного возраста и достала из пакета пластинку Розы Джолокаевой и Петра Деметра и попросила меня, чтобы я расписался на конверте, так как в 1976 году она после концерта не смогла попасть за кулисы, а теперь много лет живет в Австралии, и мечта ее молодости наконец-то сбудется. Давая автограф, я понимал, насколько сильно люди любили, ценили, понимали цыганское искусство, и мои родители входили в первую тройку цыганских исполнителей той советской эпохи. В 1974 году Роза Джолокаева и Петр Деметр, уже известные артисты эстрады, работают в Москонцерте и много ездят по странам и континентам, где звучит цыганская музыка. Они общаются с цыганской аудиторией в поисках новых песен. В 1981 году молодые исполнители собрали еще один материал на новый альбом, и снова мелодия, новый дисгигант, песни городских цыган, и вновь успех. Успех не только по продажам, но и по количеству концертов. Они собирали стадионы. Дуэт был очень популярен. Их стали приглашать для участия в правительственных концертах в Кремлевском дворце съездов, колонный зал Дома Союзов, киноконцертный зал России и многие другие. Джорджа Марьянович. В 1980 году в Москве проходила Олимпиада. К нам в Москву приехал югославский певец Джорджа Марьянович, который был очень популярен в нашей стране. Джорджа стал другом нашей семьи. Марьянович предложил спеть вместе с Розой и Петром что-нибудь лирическое и красивое, и они исполнили песню югославских цыган. Ту самую джилем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Концерты на стадионах В середине 80-х в Москве на стадионе ЦСКА и на арене в Лужниках проходили большие цыганские концерты. Выступали настоящие звезды цыганской эстрады. Ансамбль «Джанк» под руководством Николая Рденко, Соня Тимофеева, Ян Демент, Виктор Светлов, Валентина Вишневская, ансамбль «Традос», цыганская группа «Трио Румен», Роза Джилакаева и Петр Деметр, Яну Шаркози, Любовь Деметр, Рада и Николай Волшининовы, Валерий и Валентина Маштаковой. Всех этих артистов публика знала в лицо и молниеносно покупала грамм-пластинки. Стадионы были переполнены, концерт длился около трех часов и зрители всегда оставались довольны. Когда-то, уже много лет, цыганский был один дуэт. И днем и ночью они вместе со сцены пели людям песни, играли в театре и кино и поженились заодно. Им стало лучше жить на свете, естественно, родились дети, цыганская была семья, мой папа, мама, брат и я. Мы стали быстро подрастать, и старший брат стал танцевать, с родителями выступал, венгеркой, степом удивлял. Вот так и жили мы тогда, но вдруг в семью пришла беда. Перестали звучать гаммы, исчез дуэт, не стало мамы. Господь нашел ей там друзей, решив, что им она нужней. Увы, прошло немало лет, но диск есть, и жив дуэт. Никто не будет петь на свете, как пели вместе Роза с Петей. Я говорю вам до свидания. Спасибо за компанию и уделенное внимание. Желаю вам всем счастья и добра. Воспоминания мне заканчивать пора. За время, проведенное со мной, благодарю тебя, читатель дорогой. Редактор субтитров А.Семкин